13.06 в Кирове на студии на ФМ-программу «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сегодня Михаил Шувелев, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Очень рада вас видеть в студии. Вначале напомним, где нас можно услышать и увидеть. На сайте хакирова.ру есть онлайн-аудио-видео-трансляция, поэтому подключайтесь к нам и через интернет. Ну что ж, Михаил, у нас на этой неделе очень много политических и околополитических новостей, но помимо ухода авиакомпании «Победа» из Кировской области, вот недавно на сайте наблюдатель.ру появилась статья про Васильева и Быкова. Авторы утверждают, что якобы имеет место некая аппаратная борьба между двумя этими персонами. Вот вы замечаете что-то подобное? Ну, если честно, я эту статью прочитал, после нашего с вами предварительного общения, ознакомился с ней. И знаете, что меня в первую очередь, не то, что там удивило, не удивило, это то, что отсутствуют подписи. То есть вот такая аналитика без автора, она всегда, мягко говоря, не вызывает доверия и уважения. И такая, ну, скажем, такая интерпретация того наблюдения, наверное, да, то есть за тем, как медийно представляют себя, или скорее там ведут своих подшефных специалистов, да, то есть в том случае Рио губернатора и председателя законодательного собрания, она, конечно, ну, на мой взгляд, не совсем соответствует действительности. В какой части? Вы понимаете, вот я думал, почему так получается, и пришел вот к следующему выводу, не знаю, ну, мое особо у меня, да. Вот. Игорь Васильев, он пришел, в общем-то, с должности, ну, скажем так, госуслуг. То есть эта должность, так или иначе, конечно, государственная, но в большей степени связана не за ответственность за территорию, скажем так, да, за людей, а, ну, более такая чиновничная должность, которая связана с определенными функциями. Вы имеете в виду, что она связана не с хозяйством, а с администрированием и управлением процессами? Нет. Она, скорее, не связана с прямым контактом с людьми, которые на этой территории проживают. Потому что, в общем-то, глава региона, это, прежде всего, человек, который отвечает за судьбу жителей, которые живут в этом регионе. И в этом плане переход Быкова, да, Владимира Быкова, он больше такой, ну, скажем, такой, для него прошел, ну, незаметно. То есть изменилось рабочее место, рабочее пространство, но, по сути, он делает то же самое, что он делал на предыдущем месте работы. И в данном случае с той же командой, которая у него была. И взгляд из строительства нашего региона, да, он, ну, в общем-то, такой, то, что, по сути, ничего не изменилось. То есть Владимир Васильевич, он продолжает делать то, что делал, просто в новой должности, и, соответственно, это освещается уже профессионально, так, как это наработано было, ну, и как это было поставлено годы долгие до этого. В данном случае, с точки зрения Игоря Васильева, это, ну, совершенно новый подход, который, в котором, в команде которого собраны люди из совершенно разных мест, да, которые из бизнеса, там, ну, из других, там, госструктур. И им, наверное, тяжело, что ли, вот сейчас быстро сформировать ту картинку, которая должна, ну, положительно и, скажем так, быстро формировать имидж первого леса. Вот в этом есть некая проблема, есть некий диссонанс. Я посмотрел сайт законодательного собрания, там, из последних десяти новостей, по-моему, шесть начинаются, там, словами, там, Владимир Выков, двоеточие, и пошли, там, о чём сказал, а по тегам ещё больше, то есть. Ну, вот, и на самом деле, конечно, такое, я думаю, что и для ЗАГС собрания это не очень хорошо, потому что ЗАГС собрания и информационно-аналитический отдел ЗАГС собрания, они в большей степени должны работать не на имидж руководителя, а на имидж всего органа. То есть, и в данном случае должно быть разнообразие форм, подач, мероприятий, в которых бы участвовал, ну, как можно больше и более разных, что ли, представителей ЗАГС собрания Кировской области. В том числе и давать возможность оппозиции, потому что в данном случае, если оппозиция будет замалчиваться или, там, пользоваться только своими СМИ, да, то есть, которые у них, там, подконтрольны, или которым у них есть доступ, да, там, Вятки Края, там, у коммунистов, там, и так далее, вот, то это будет, ну, немножко дилегимизировать само ЗАГС собрание и те решения, которые они будут принимать. И вот, это вот те наблюдения, которые есть, и в данном случае я бы не стал вот это вот, как бы, статью на сайте Вятского наблюдателя, красного Вятского наблюдателя, то есть... Да, сейчас еще сходи разбери их. Вот, то есть, это, это вот примерно... Ну, вот, Михаил, правильно ли я вас поняла, вы, то есть, видите не аппаратную борьбу между в Рио губернатора и спикером УЗС, а качество работы и вообще работу пресс-службы, пиар-службы. Да, 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 да. Совершенно правильно вы поняли то, что это все-таки работа управления, это, ну, некая, там, я бы не назвал ее состязательностью, это просто то, как выстраивается. Кстати, я обратил внимание, что, когда, ну, приходила, там, предыдущая команда губернатора, да, то есть, у нас тоже был такой переполох, скажем так, и тоже люди пришли в большинстве своем не из системы госуправления, да, то есть, мне, кстати, всегда было интересно наблюдать то, что люди, которые растут по системе госуправления, они, как правило, становятся классными чиновниками, то есть, ну, какой-то лифт должен быть. Во время Пётр Михайлович Полянцев сказал фразу, то, что, вот, как она изменилась. Раньше был лифт, да, то есть, сначала ты порули колхозом, потом, там, потом будь начальником отдела, там, управления, там, потом район возглавляй, потом уже пойдешь, там, ну, губернатор или еще куда-нибудь. А сейчас, говорит, как у нас, по принципу, взяли с улицы, взяли кресло, сиди, работай. Вот, и когда та команда приходила, у них было небольшое преимущество, ну, небольшое, колоссальное, на мой взгляд, преимущество перед сегодняшней командой в том, что они на пятом-то этаже сели и четырем-то не мешали работать. То есть, четыре работало так, как работало до этого, там, при Шеклеине, там, при Сергеенко, то есть, весь аппарат-то, он, в принципе, работал, узнал свое дело. И, ну, еще там, будем говорить, что по финансам было все гораздо более, ну, успешно, что ли, удачно и безоблачно. А есть ведь как получилось? Есть получилось так, что практически все управление было сменено, и, соответственно, новые люди, они же, когда приходят, они сразу же начинают смотреть наверх. Собственно, ну, я готов работать, а что? Что бы вы хотели? Какие ваши принципы? То есть, и вот эта пятерка, она будет, ну, дольше осуществляться в той ситуации, в которой сейчас. И вот я хочу сделать ремарку, что Никита Белых был очень доступен для СМИ. Допустим, в плане каких-то личных интервью, персональных интервью, этот же, там, Твиттер. Я не буду в этом спорить, я просто основываюсь не на сравнении даже, да, а в свое время познакомился с трудами Петра Григорьевича Чедровицкого. И вот когда он писал про мышление, про организацию и методы работы, то есть он всегда говорил о том, что управлять можно тем, что движется, и новое управление хорошее, он когда приходит, он, как правило, ничего не меняет, он просто встает в сторону и наблюдает, как это работает. И потом он видит, что ему не соответствует, он начинает менять. А когда ты приходишь и сразу, ну, начинаешь весь, из всего конструктора собирать, что тебе нужно, то, конечно, пройдет гораздо больше времени. Вот, Михаил, на этом я предлагаю прерваться, нам нужно уйти на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Ненадолго мы сейчас уходим и скоро вернемся. На 101.fm продолжается программа «Особое мнение». У микрофона все так же Юлия Афанасьева, Михаил Шевелев, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». В первой части нашей программы мы говорили о разнице в освещении работы в Рио-губернаторе и спикеру ОЗС. Вот, знаете, что хочу вас спросить? Как вот так получилось, что в нашем медиапространстве Владимир Быков комментирует федеральные темы, дает какие-то позитивные такие комментарии, собирает совет старейшин, встречается с главными редакторами, а Васильев занимается городскими проблемами, борется со снегом, проверяет, как чистятся улицы. Как так случилось? Ну, я бы тут, во-первых, сравнивать не стал. То есть в данном случае все-таки я бы разделил на два вопроса, да? Ну, давайте разделим. Почему Владимир Васильевич у нас занимается, скажем, встречами и некими представительскими функциями «Единой России», потому что он фактически возглавляет местную «Единую Россию», то есть Кировский регион. И в этом плане, опять я повторюсь, то что он не делает ничего, но он продолжает делать то, что было сделано раньше, и это может быть освещаться достаточно постоянно и продолжает освещаться так, как освещалось раньше. С точки зрения, как бы скажем, рейдов членов правительства по городским дворовым территориям, это интересно на самом деле. То есть это все как-то так недоумевают, что типа там работы нет. А вот у меня появилась мысль, что на самом деле это демонстрация очень замечательного факта. Я думаю, что это такая тенденция, которая на самом деле в скором времени изменит вообще всю структуру управления, там, скажем, на уровне государственного и муниципального. То есть по большому счету члены правительства нам демонстрируют, что они в ручном режиме могут работать с управляющими компаниями. Представляете уровень, да? То есть нам зачем муниципально заваловать? Вот по большому-то счету, по гамбургскому-то счету, нам зачем разделение двух ветвей власти, там, государственное и муниципальное, да? Если у муниципалов сейчас укрупняем, там, до уровня, ну, по большому счету стремимся, чтобы вот был район, есть там представители там на территориях, да, с такими-то функциями, полномочиями и всё. А всё остальное в районном центре. Так и в принципе нам в городе можно точно так же делать. Вот есть серый дом, в котором сосредоточены все полномочия, связанные с управлением и области, и столицы области. И в принципе я думаю, что в современном мире интернета, в современных коммуникациях, да, это быстро и достаточно реально. Но с учетом того, что претерпевает наша экономика, скажем, да, то есть я думаю, что и эти призывы к повышению производительности труда, которые исходят от всех экономистов, которые существуют, они вполне могут привести к тому, что, ну, как можно повысить эффективность труда? В точке зрения чиновников. Это сократить их количество. То есть и вот в этом направлении демонстрация того, что можно в ручном режиме членам правительства работать с управляющими компаниями, она, по-моему, просто замечательная. Но это же значит, что нет системы работы, что система не работает, если губернатору приходится ногами идти в этот самый двор, тащить за собой пакеты соли, коляску. Это же значит, что не работает система. Ну, я с вами согласен, но, на мой взгляд, вот мы на наших первых советах журнала ТДТ, товар, деньги, товар, мы уже лет пять последних твердим о том, что действительно нужно строить систему, нужно переходить от ручного управления в системное управление. А все факты, которые нам преподносятся, как некие достижения, пиар и так далее, будь то это ликвидация аварии, связанная с теплоснабжением, будь это уборка снега, будь это борьба с бездорожьем или плохими дорогами, это все преподносятся, как в ручном режиме человек вышел пальцем к нему, сказал, и все исправилось. Это неправильно, это я с вами абсолютно согласен, это неправильно. Но это система, которая выстроена по большому счету с федерального уровня. То есть на федеральном уровне наши федеральные чиновники делают примерно то же самое. Они входят и вот, ну, пальцем показывают, и все это работает. К сожалению, ну, на мой взгляд, что Владимир Владимирович, который наш президент, он, в том числе своим примером, тоже показал о том, что вот ручное управление, там, ручным, как бы, там, действиями, можно, ну, добиться этого. И, соответственно, сейчас, к сожалению, большинство и предпринимателей, и, там, общественных деятелей, они понимают, что, чтобы чего-то достичь, тебе нужно не просто коммуникацию, а тебе нужен человек, который в этом принимает решение, как-то добиться связи с ним и, собственно говоря, ну, в результате каких-то переговоров, там, презентаций и прочего, там, решить свою проблему. Ну, это, конечно, не дает возможности развития, потому что один человек, ну, то есть, во-первых, человек в ручном режиме не способен управлять всеми, там, тысячами предприятий, предпринимателей, ну, Кировской области, да. А, во-вторых, ну, получается, у кого-то есть конкурентное преимущество, что можешь дойти и поговорить, а у кого-то его нет. И вот это вот пример, он как раз из системы ручного управления, которая вредит вообще развитию Российской Федерации. Вот я еще хочу посмотреть на этот вопрос с точки зрения пиарщика. Не могу удержаться, извините. Это правильно. С точки зрения, смотри. После вышеупомянутого рейда Васильева с коляской и пакетами соли в сети очень широко обсуждали даже не то, что это там в ручном режиме происходит, не то, что это показуха. Ну, всегда кто-то говорит, что это показуха, бог с ним. Но обсуждали внешний вид помощников, которые были в этом рейде вместе с Васильевым. Вот не воспринимаете ли вы это как пиар-провал? Ну, вот мы с Вами посвящаем много времени тому, что мы анализируем СМИ. Ну, то есть тогда, когда мы здесь находимся, работаем, то есть будем так или иначе находимся в медиапространстве и, соответственно, смотрим о том, как формируется повестка дня нашими СМИ. Ну, вот, к сожалению, вот это обсуждение, в том числе нарядов, мы с Вами понимаем, что оно связано и с тем, что много внимания было уделено так называемому кодексу этики, который был принят губернатором. Да? И все там начали разбирать на цитаты о том, где можно, где нельзя курить, там, ну, в чём должны ходить и так далее. Практически никто не обратил внимания на то, что принятый кодекс практически один в один повторяет кодекс, который был принят в 2011 году. И отменён он был в связи с изданием данного кодекса. Зачем это произошло, я не понял. Потому что, я, конечно, так детально, у меня нет программы, чтобы сверить два текста, да? Вот. Но я посмотрел, практически прочитал, они одинаковые. Ну, по сути, да? По сути. Да, не по сути, они вообще до буквы практически одинаковые. То есть, я не нашёл отличий, которые бы, ну, требовали того, чтобы вот этот вот кодекс этики каким-то образом, там, пересмотреть кардинально. Там всё тоже самое написано. Даже количество пунктов там одинаковое. То есть, там, если есть во втором разделе, там, 15 пунктов, так вот они все в 15-м новом кодексе. Вот. И при этом, конечно, там, на это обратили внимание, и это стали, ну, каким-то образом, ну, обсуждать. На мой взгляд, это связано и с тем, что Игорь Васильевич у нас... Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, я извиняюсь. Игорь Владимирович Васильев, он создал, ну, некий такой, очень имидж такого стильного человека. То есть, он очень стильно и хорошо одевается. И в данном смысле, ну, обращает внимание на то, в чём он ходит. Ну, я так понимаю, что, по крайней мере, в моём окружении неоднократно там обсуждалась, там, его шуба, его, там, головные уборы. И, соответственно, этот стиль, я думаю, что он действительно к нему неравнодушен. И требования к окружающим, чтобы тоже люди были стильные, деловые, и подтянуты, это, в принципе, ну, правильно. Вот я больше ни с чем не могу это связать, потому что, ну, люди обсуждают то, что вот им ближе, то, что им, ну, как бы, в том, в какой повестке дня они находятся. Нет, ну, вы считаете, что там синие шубы и кожаные штаны обсуждали просто потому, что, ну, вот, люди такие, что... Ну, про кожаные штаны я, как бы, ничего не говорил. То есть, кожаные штаны к Игорю Васильеву не относят. А то, что это обсуждалось, ну, наверное, это связано с тем, что... Ну, собственно, что обсуждать-то? У нас ведь все понимают, как работает... Дефицит информационных поводов? Ну, вообще, вот, хорошо, вышли брей, посмотрели, с курицем. Вот, я бы очень хотел увидеть наш двор, чтобы его тоже посетили. Потому что я понимаю, посетят, соответственно, там будет прибрано. Но это ведь неправильно. И мы понимаем, что на самом-то деле, ну, нет у нас в управляющих компаниях столько ресурсов, чтобы, там, по щелчку пальцев, как бы, взять и там все территории прибрать. У нас техники столько в городе нету, чтобы взять и вывести этот снег, ну, просто даже из дворов его вывести. У нас нет техники для того, чтобы центральные улицы прогрести вовремя. А вот решение, если будет принято решение по подснежникам на уровне города, ну, так называемым подснежникам это, автомобили, брошенные хозяем, на территории, там, на проезжей части стоят, превращаются в сугроб и мешают уборке территорий. Вот если такое решение будет принято, то тогда, да, я скажу, рейды, ну, как бы, имеют значение. Или решение, что с ними делать. Да, решение, что с ними делать. На самом деле, я ведь не готов, там, предложить решение, которое будет всем удобно. Это однозначно будет определенное неудобство для автолюбителей. То есть, ну, запрет, там, парковаться в городе, там, в зимнее время, там, года, например, да, парковаться, там, на улицах, вообще повсеместный запрет, да. Он, с одной стороны, конечно, приведет к тому, что, куда я буду девать машину, да, у нас нет столько, не организовано столько платных платных. Парковок, например. А с другой стороны, это ведь правильно. Я в свое время помню, что где-то, по-моему, в Тюмени, лет 10 назад, был проект связан с тем, чтобы запретить машины оставлять на неохраняемых стоянках. То есть, во дворах, там, на дорогах и так далее. Нет, ну, мне кажется, что это уже как-то чересчур. Почему? Ты покупаешь машину, ты должен понимать, что ты ответственен за то место, где она будет находиться. Нет, ну, подождите, тогда и власть должна быть передо мной ответственна, чтобы не было, куда поставить машину, правда? Согласен с вами, абсолютно. То есть, должны быть организованы стоянки, где можно оставлять машину. То есть, причем они должны быть в нормальном, там, в удобном месте, да. То есть, я не представляю, где это только парковод. Они заняты за три квартала. Да, да, да. Ну, два-три это еще нормально. Но я просто не представляю, как в центре города, при сегодняшней точечной застройке, да, при том, что все пустыри там уже перезастроены, где найти это место. Мы сами привели к тому, что нету решения. И поэтому машины остаются, дороги плохо прибираются, дворовые территории тоже плохо убираются. И, соответственно, мы находимся в неком замкнутом кругу. Если будет решение этой проблемы найдено по результатам вот этих рейдов, я скажу, что отлично. Это достигло своего значения. А если будет каждый раз перечисляться, что здесь вот остановка не убрана, здесь вот эти подснежники, здесь иди сюда управляющая компания, решают этот вопрос. И они всем составом управляющей компании, забродив дела по всем другим территориям, идут и решают этот вопрос. Тем более, что, а как ты уберешь машину? Ну, это же частная собственность, она вроде припаркована в положенном месте. И, по большому счету, кроме морально-нравственных обязательств, у них нет никаких других. Михаил, нам с вами сейчас нужно прерваться на небольшой перерыв. Я напомню это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». На две минуты буквально мы прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Юлия Афанасьева, Михаил Шевелев, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, хочу вас вот еще про что спросить. Прокуратура собирается проверить финансовую политику Васильева по заявлению Сергея Мамаева. Вот порталу «Ньюслер» Мамаев дал комментарий о том, что он не согласен с губернатором финансовой политики. Например, в вопросах по бюджету на сегодняшнем семинаре совещаний в правительстве обсуждался вопрос о транспортном сообщении. Это я цитирую Сергея Павлиновича. Возникают вопросы, почему в Кировской области нет федеральной программы по малой авиации. Ну, в общем, есть список претензий Сергея Павлиновича, он написал заявление в прокуратуру. Вот вы такой подход разделяете, это правильно? Ну, мы должны понимать, что в общем-то в оппозиции в сегодняшнем составе властного законодательного собрания вариантов на что-либо повлиять, в том числе в части составления бюджета, крайне немного. Но это причем я сказал очень оптимистично. Я думаю, что их практически нет. То есть, и, соответственно, из тех шагов, которые могли бы повлиять на эту политику, обращение в прокуратуру это то, что, ну, скажем, такой универсальный способ, которым пользуются сегодня все. То есть, начиная от жителей, да, то есть различных домов, которые, ну, получают либо там, получают некачественные услуги, либо от предпринимателей, которые тоже там каким-то образом пытаются защитить свои права. Ну, вот здесь у нас дошло до того, что у нас депутаты законодательного собрания защищают свои права через прокуратуру. То есть, путем привлечения как бы специалистов. Я не знаю только, как стоит задача, да, перед, то есть, в чем состоит эта жалоба или обращение, связанное с проверкой. Я думаю, что с точки зрения буквы закона там все правильно. А вот с точки зрения духа закона, то есть, я думаю, что прокуратура не может это, скажем так, оследить и повлиять. И здесь уже, ну, требуется более такая серьезная артиллерия, что ли, да, то есть, и в том числе с учетом, ну, там, через средства массовой информации, то есть, через те, кто влияет на вот такие вот принятия, принимаемые решения. Я хочу сказать, что по транспорту у нас есть не только участие в федеральной программе, там, малой авиации, условно, да, но и вообще стратегии транспортной у нас нет в Кировской области. Она была предусмотрена при разработке стратегии 2020, что она должна появиться, транспортная стратегия, но она до сих пор не разработана. И говорить, вот, как будут в ближайшем, скажем так, заседании, законодательном собрании обсуждать, что хорошо, что плохо, что поддерживать, а что не поддерживать, с точки зрения, там, междугородных перевозок или, там, пригородных, я вообще не представляю. Потому что такие решения должны приниматься, ну, на какой-то позиции, там, я не знаю, близко к философской, близко к тому, как через какие-то концепции строится развитие всего края, всего Вятского края. А если этих основ нету, то, соответственно, мы всегда будем принимать решения по палец в потолок. В общем-то, вот, могу сказать про тарифы, да? Да? Экономическое обоснование вообще всегда практически в стороне остаётся. Потому что, если брать тариф, который должен быть рассчитан по методологии, там, да, он гораздо больше, чем 22 рубля, которое принято. И в методологии чёрт ногу сломит. Ну, она, по крайней мере, есть. То есть, из-за этой методологии всех, кто из перевозчиков бы не рассчитал, они получаются больше. Почему там говорили про 30 лишних, там, рублей? Это, скорее всего, как раз методология, которая несовершенна. Но при этом при принятии решения всё равно в большей степени учитываются, скорее, политические моменты, что мы не должны сильно увеличивать. Ну, Михаил, вот, всё-таки, если возвращаться к действиям Сергея Павлиныча, вот, писать в прокуратуру заявление, это в большинстве случаев, ну, такая уже крайняя мера, когда ты долго-долго-долго пытался достучаться, там, до кого-то, да, но тебя не слышат, или что там тебе отписки приходят, тогда уже ты идёшь, пишешь заявление в прокуратуру. Вот, что, губернатор до такой степени не слышит ЗАГС Собрания? Ну, ладно, хорошо, а позицию в ЗАГС Собрания? Я думаю, что, ну, отдельную позицию ЗАГС Собрания, как бы, я думаю, она губернатору, ну, как бы сказать, не то, что не нужна, да, но она не, ну, с точки зрения принятия решений мы не можем всё своё время там разменивать, да, а вот то, как выстроено принятие решений в ЗАГС Собрания, вот этот вопрос как раз и нужно обсуждать. Почему обращаемся в прокуратуру с тем, чтобы, там, проверить бюджетный процесс, там, Кировской области, ну, или, там, процедуру, там, бюджета, или, там, отношение к бюджету, или, ну, прочих моментов. То есть провести аудит бюджета тоже ведь можно, проекты бюджета, да, то есть чтобы хотя бы данные соотносились, там, с федеральной программой и так далее. Мы с вами перед программой говорили о том, что Кировская область одна из, там, единиц областей, которые не попали в программу, то есть, которым не было предоставлено субсидия по программе... Поддержке сельских территорий. Да, да, по программе федеральной поддержки сельских территорий. Там три вида субсидий, связанные с инфраструктурой, с поддержкой местных инициатив на селе и с поддержкой молодых семей. Так вот, Кировская область не ввели ни рубля. Таких областей всего 10. Ну, за то что это вам говорит? Говорит о том, что, скорее всего, есть достаточно существенные проблемы в контроле за работой отдельных министерств и, там, ведомств, да, которые должны работать с федеральными органами власти как раз по получению дополнительных, там, преференций с федерального уровня для Кировской области. То есть здесь мы недополучили, ну, будем честно и откровенны. Я не знаю причин, по которым мы недополучили, но было бы интересно послушать их, да? Допуская, что это всё-таки связано как раз с теми проблемами с точки зрения вообще бюджета. То есть у нас дефицит бюджета больше, чем доходы, собственно, доходы в бюджет. Вот. Не дефицит, извиняюсь, а... Расходная часть. Госдолг. А, Госдолг. Госдолг, да. Вот. Поэтому, вот, вот как-то так. Ну, вот, Михаил, у нас с вами 5 минут остаётся. А в эту субботу, 28 января, будет полгода с момента, как Игорь Владимирович возглавил наш регион. И вот в понедельник мы в этой студии в эфире программы «Дневной разворот» обсуждали, ну, некие итоги, да, вот этих полугода, этого полугода правления. Вот вы можете для себя выделить тезис на основные победы и основные провалы? Ну, я к победе, безусловно, отнёс решение финансовой ситуации, в которую Кировская область попала в прошлом году. Вы сейчас имеете в виду бюджетный кредит? Да, ну, не только бюджетный кредит, а, скорее, исполнение бюджетом всех обязательств, которые были на себя приняты в прошлом году. То есть это было решено, несмотря на то, что были достаточно, ну, серьёзные, скажем таки, форс-мажорные ситуации, в которых оказалось правительство. Вот, поэтому, безусловно, то, каким образом это было сделано, то есть это свидетельствует о том, что у Игоря Владимировича есть большой кредит доверия на федеральном уровне. И это, ну, как бы успех тот, в который, ну, большинство жителей, я думаю, как бы верят, по крайней мере, специалисты. А что касается неудач, каких-то таких серьёзных провалов я бы не назвал, да, но мы должны понимать, что на сегодняшний день, вот всё, что мы с вами обсуждали в программе, мы можем рассматривать как подготовку к выборам, которые состоятся в сентябре. То есть выборам губернаторским, к выборам в Кировскую городскую думу. И вот в этом, в этой, скажем так, гонке, ну, для меня, как для аналитика, пока не совсем понятно, какие цели и задачи стоят, например, по отношению к Кировской городской думе. То есть будет ли она сформирована, ну, практически теми же людьми в том же составе, в котором была, да, либо она будет, ну, в большей степени формироваться с учётом интересов новой команды губернатора. То есть когда люди новой команды будут присутствовать в Кировской городской думе. Я думаю, что так-то с точки зрения управления регионом это было бы необходимо. Потому что столица региона, она оказывала достаточно существенное влияние на политическую ситуацию в регионе. Ну, вот помните, да, Никиту Белых очень часто обвиняли в том, что он не вмешивается там в городские дела. И не вмешивается... Обвиняли? Да, обвиняли. Ну, я, как бы, не совсем, что ли, там, согласен, не согласен. Я помню, что тот состав правительства, в принципе, дистанционировался от муниципалитетов. Да. Он говорил о том, что у нас есть, как бы, ветви власти, и, соответственно, муниципалитеты должны жить сами. В сегодняшних условиях, ну, это немножко... А как вот правильно? Должны они жить сами или не должны? Они должны жить, но при условии достаточного финансирования. При том уровне финансирования, который сегодня существует, по сути, мы можем говорить о том, что государственная власть несет ответственность за муниципалитет. То есть, а если финансирования нет, то вот сходите в магазин, купите пакет соли и вперед в рейд? Ну, тоже определенная демонстрация. То есть, я, честно говоря, там, месседжи нужно отдельно анализировать, да, и я не хочу. Ну, вот две минуты у нас с вами осталось, Михаил, наверное, новую тему, но нет смысла начинать. Что еще можете причислить, ну, к победам новой команды? Ну, вот смена состава я бы не назвал победой. Ну, наверное, это вот тот момент, который будет достаточно серьезно влиять, потому что такая массовая смена кадрового состава, руководящего в Кировской области, она, конечно, немножко затянет процесс, ну, что ли, притирки, да, процесс демонстрации результатов. Ну, а с другой стороны, ну, в общем-то, очевидно, вот, то, что, да, мы еще не сработались. То есть, это причина для того, что если что-то будет немножко не получаться, то, ну, нам нужно время, чтобы сработаться, притереться друг другу в ситуации. Вот, поэтому вот этот вот такой большой масштабный подход, причем я не вижу, как бы, альтернативы, скажем так, с точки зрения кадрового состава, там, подходящего, там, ну, пополняющего ряда. Не видите альтернативы в члены команды? Ну, и не вижу, там, достаточно серьезных механизмов создания этой команды, там, да, то есть, потому что обычные кадры подходили с регион, с уровня регионов. Ну, не знаю, честно говоря, как это все встраивать, но, по крайней мере, те проекты, которые реализовывались опорным университетом, да, то есть, мне кажется, это, ну, немножко не тот подход, который нужен для кадрового резерва Кировской области. Ну, вот на этом мы с вами, Михаил, сегодня закончим. Спасибо вам за ваше особое мнение. Это был Михаил Шевелев, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Спасибо, Михаил, за эфир. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.